Премьер Госсовета КНР выступил на саммите Китай-Осиан. «Тайвань не имеет права вступать в ООН» – заявление МИД КНР. В Поднебесной показали новейшие разработки в области искусственного интеллекта. Китайская международная выставка интеллектуальной индустрии привлекла сотни предприятий из разных стран. Первая сборная КНР по брейк-дансу готовится к азиатским играм. Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии должны укрепить сотрудничество и совместно вести борьбу с глобальными и региональными вызовами и угрозами. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Циан, выступая в Джакарте на саммите Китай-Осиан. Ранее на банкете для деловых кругов Индонезии и Поднебесной он отметил, что две страны имеют схожие взгляды и общие интересы, а сотрудничество уже давно выходит за рамки двусторонних отношений. Ли Циан добавил, что Китай и Индонезия стремятся к национальному возрождению и привержены таким принципам, как открытость, инклюзивность, гармония и стабильность в регионе. Премьер Госсовета КНР прибыл в Джакарту с официальным визитом на саммит Китай-Осиан. В рамках этой поездки он также принял участие в 18-м Восточно-Азиатском саммите и в 26-й встрече руководителей Китая, Японии, Республики Корея и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Представители Демократической прогрессивной партии Тайваня призвали ООН скорректировать интерпретацию резолюции 2758, которая признает КНР в качестве единственного законного представителя Китая в Организации Объединенных Наций. В Министерстве иностранных дел КНР раскритиковали попытки бросить вызов резолюции. 25 октября 1971 года 26-я Генассамблея ООН подавляющим большинством приняла резолюцию 2758, которая недвусмысленно восстановила все права Китайской Народной Республики и признала, что представители КНР являются единственными законными представителями Китая в Организации Объединенных Наций. Это решение потребовало выслать представителей тайваньских властей с мест, которые они незаконно занимали. После принятия резолюции утратило силу так называемое «двойное представительство», предложенное Соединенными Штатами и несколькими другими странами в попытке сохранить место Тайваня в ООН. В МИД КНР подчеркнули, что эту резолюцию невозможно отменить или оспорить в контексте принципа «одного Китая». Китайская международная ярмарка торговли услугами завершилась в Пекине подписанием целого ряда соглашений в различных сферах, среди которых IT, инвестиции и здравоохранение. Посетители выставки увидели 27 ведущих разработок в области технологий. Одна из них – платформа, созданная на основе искусственного интеллекта, благодаря которой возвести здание можно всего за 4 дня. Новейшая технология обеспечивает и безопасность на стройплощадке. На ярмарке также представили систему виртуальных спортивных соревнований. С ее помощью велосипедисты могут участвовать в гонке, находясь при этом в разных точках земного шара. Удивительные разработки в области искусственного интеллекта поразили гостей. К примеру, напитки на ярмарке готовил робот. Вкусные смузи и коктейли он делал в считанные секунды. В городе Чунцин подвели итоги китайской международной выставки интеллектуальной индустрии. Как сообщили организаторы, только в первый день Экспо участники подписали контракты по 84 инвестпроектам на сумму почти 30 миллиардов долларов. Проекты охватывают такие направления, как электромобили, биофармацевтика, программное обеспечение, информационные услуги, альтернативная энергетика и новые технологии хранения энергии. Власти Чунцина отметили, что сделки способствуют цифровой модернизации традиционных отраслей экономики города. Зарубежные посетители выставки заявили, что нацелены на развитие сотрудничества с Китаем. Уругвай стремится развивать отношения с Китаем, особенно в области технологий, инноваций и искусственного интеллекта. Наша цель не просто стимулировать инвестиции, но и увеличивать совместные исследования в области науки и техники и применять их на практике. Выставка проводится в Чунцине с 2018 года. В этот раз в ней приняли участие более 500 китайских и зарубежных экспонентов. В этом году Breakdance впервые включили в программу азиатских игр, что послужило импульсом к созданию первой национальной сборной Китая по этому виду спорта. Сейчас танцовщики тренируются во Франции и вернутся в Ханчжоу к началу азиады. Breakdance также входит в программу летних олимпийских игр в Париже, однако формат состязаний на Олимпиаде и Азиаде будет отличаться. Мы обновили стандарты оценки с шести параметров до пяти. Техника, набор элементов, оригинальность, исполнение и музыкальность. Все это они должны продемонстрировать за 60 секунд. Пэй Дунгуан уверен, китайская сборная с легкостью возьмет золото на грядущей азиаде, ведь спортсмены и ранее демонстрировали хорошие результаты на международных соревнованиях.